Недавно эстонский программист Янус решился на кардинальные изменения и переехал в страну восходящего солнца, Японию. Вот теперь он сидит на татаме, попивает мачо и удивляется, как же жизнь может быть похожей на японскую головоломку, с виду все понятно, а потом бац, и стена из иероглифов. Одна из первых вещей, с которыми столкнулся Янус, была культура работы. Как говорится, японцы работают по змеиному, медленно прижимаются к ноге начальника, но вы никогда не знаете, когда они молниеносно укусят вас дедлайном. Все эти аматы наше гостеприимство и кит ссылка и внимание к деталям делают процесс работы своеобразным дайвингом в мир перфекционизма. Живя в Японии, Янус понял одну простую вещь. Метро здесь, это не просто транспортная сеть, а настоящая арена для утренних битв. Каждый день его приключения начинается с суйко-карты и мириадов людей в вагоне. Он шутит, это как играть в тетрис, только вместо блоков люди. Что касается еды, то Янус прознал секреты японских закусочных. Местная кухня научила его ценить простоту румина так же высоко, как сложность написания алгоритмов. Правда, с суши он подружился не сразу, первое время он думал, что васаби это всего лишь забавная паста для зубов. Итак, жизнь на японских островах для Януса стала настоящим культурным аттракционом. Все тут требует ума и терпения, от программирования до выбора сакэ с идеально сочетающимся суши. Но если ты сможешь приручить караоке-бар и понять хотя бы одну песню, считай испытание пройденно.